Мы должны определить проблемы, и проблему надо решать. Чтобы решать, надо убить новый подход, новый подход, новый формат. Я прошу прощения. Будут, как я сказал, выборы. Давайте вот вы, такой убежавый человек, пригласите венчат на выборы. Нет, очень важно приходить, почему? Потому что надо, чтобы венчат приходили, почему? Потому что, к сожалению, те кланы коррупционные, которые существуют в Украине, они воспринимают неприход людей на выборы, как сигнал, что, в принципе, все с ним сойдет с собой. Что они всегда договорятся, как бы они ни сражались, как бы они друг друга не крыли по телевизору или иначе, в основном они всегда объединяются. Как грабить народ, они всегда дойдут в общие судьбы. И когда, если народ не будет ходить на выборы, они это воспринимают как сигнал, что, в принципе, им сойдет все с собой. Другое дело, что часто народ не ходит на выборы, потому что народ выражает таким образом тоже недовольство. Но они-то этого не знают, поэтому, чтобы им напомнить, что его величественный народ, который два раза уже выходил с недавней историей на Майданы, менял кономентальное правительство, оно там где-то, он там где-то сидит, ждет и смотрит, выжидает, но все замечает и скажет свои слова. И для этого активное участие, оно очень важно, потому что иначе они, эти наши дядьки, которые там, эти дяди кланы, посчитай, что все уже спачно, все, какая разница, давайте продолжать как раньше. Все будет как обычно, и никто ничего не будет говорить. Поэтому мы должны своей активностью показать, что они глубоко ошибаются, что мы правы. А мы правы в том, что народ хочет изменений позитивной России, народ хочет быстрых изменений в лучшую сторону. И для этого активность, она большая, очень сильный сигнал, надо обличить нам, тем людям, которые бы хотели долгое поменять или продолжить свое развитие, сигнал, стимул, что это все, гораздо быстрее надо двигаться, потому что у нас нет времени, у нас нет сейчас времени, чтобы ее поделать. Ты, пожалуйста, а сейчас надо говорить, что надо говорить, тратим Майдан в Украине? Я широко говорю. Я думаю, что теперь сейчас люди требуют сейчас быстрых изменений. Это будет турбулентно, если мы не признаем необходимость изменить, мы будем говорить, что все хорошо. У меня основное расхождение было в том, что когда, допустим, глава правительства говорит, что он напишет книгам, насколько успешно будет правительство, я вообще не формулировал по себе, что ситуация такая. Сейчас пока что народ сильно недоволен, и народ хочет измениться. Народ показал в Украине, как государство сегаторизмили, через в том числе уличную политику. Мы бы не хотели сейчас политический вопрос решать, потому что сейчас улица связана также с насилием, и мы с профессором радуемся. Мы этого не можем сегодня. Но пусть другая сторона не думает, там другая сторона, это люди, которые хотят сахарить, что как есть, что если это сойдет в жоп, потому что все равно люди будут бояться, потому что люди будут, больше всего люди не приемлют, чтобы ничего не поменялось лучше. Не приемлют, и все. Если им нужно будет для этого идти на новые выборы, да, это нежелательно, но они пойдут на новые выборы. Если нам будут дать другие акции, они пойдут на другие акции. Так что нечего с ними обманывать. Надо понимать, что или мы сами все сами подвиняют, или народ все поменять, и нас поменять. Вот так оно работает под реальную политическую жизнь. Украина действительно демократическая франция. Украина это не какая-то новостная франция постсоветская. Здесь люди очень чувствительные, люди очень умные, прогрессивные, и в защите своих прав, они всегда готовы организоваться. Но это все-таки хорошо повысили на усилие момента. Спасибо большое. А что заложают в реализации моделей?